Иное измерение русской культуры Максим Горький Русский человек, плохой работник Адрес для литературно-художественного сборника, посвященного 50-летию издательской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина Русский человек, плохой работник Наверное, это мое суждение обидится отечественников И особенно заденет тех, которые считают профессией своей восхищение русским человеком Но мой жизненный опыт, мои наблюдения над работой русского человека дают мне право судить о нем по-своему Я с грустью повторю еще раз Русский человек в огромном большинстве плохой работник Ему неведом восторг строительства жизни И процесс труда не доставляет ему радости Он хотел бы, как в сказках, строить храмы и дворцы в три дня И вообще любит все делать сразу А если сразу не удалось, он бросает дело Однако я уверен, что у русского человека и нет возможности быть хорошим работником Условия нашего политического и социального бытия Не могли и не могут воспитать его таковым Кто и когда учил его, что труд – основа культуры Что труд – не только обязанность человека, но и наслаждение Кто внушал ему простую истину Всякий труд на украшение земли и ради будущего Русскому человеку слишком часто и настойчиво внушали и внушают Восточную мысль, которая ослабляет волю к жизни, к творчеству Мысль о том, что земная жизнь – только переходная ступень к иной, более совершенной жизни Если меня где-то за могилой ждут радости, которых я не могу испытать на земле Земные интересы или совсем не имеют для меня цены Или имеют цену только на время моего бытия и только для меня При таком взгляде на жизнь человек не может воспитать в себе любви и вкуса к творчеству Если жизнь для меня благо, несмотря на все ее мерзости И если я чувствую себя на земле хозяином, творящим все ее доброе, ответственным за все злое Я могу испытать великое счастье труда И работая над книгой, и прокладывая по болотам новую дорогу Занимаясь изысканиями в области медицины и возводя новый дом Возводя не для себя, для кого-то другого Так Но ведь, в конце концов, все культурное творчество, все общечеловеческое дело Делается не для себя, а на годы и века Для будущих поколений В основе всякого искусства, всякого творчества лежит не только необходимость Но должна жить и любовь к труду Стул, сделанный с любовью, остается в жизни века, ибо он является художественной вещью Душа всякого искусства — любовь Мы знаем, что часто она делает бытие вещей более длительным, чем имена творцов их На Святой Руси труд не дает радости еще и потому, что он подневолен Ограничен надзором со стороны командующих нами людей, им же несть числа Свобода деятельности уродливо стеснена И это внешнее стеснение, почти необоримое при нашей лени, уродует всех нас Для того, чтобы труд человека был приятнее и продуктивнее Человеку необходимо чувствовать себя свободным гражданином своей страны Хозяином ее природных сил и богатств Русский человек — не гражданин Он не так прочно стоит на земле, как люди Европы И потому его отношение к труду — воловье Свободный труд — вот точка опоры, которую требовал Архимед, чтобы перевернуть мир В русском человеке еще крепко сидит память о недавнем рабьем, крепостном труде Он еще не уверен в том, что созданное им не может быть отнято у него, искажено, разрушено Он живет во власти капризных воль и сил Которые относятся к нему как к существу несовершеннолетнему Неразумному и неответственному за свои проступки До известной степени это так и есть Мы культурно несовершеннолетние И очень неразумно относимся к судьбам нашей страны Друг к другу Управляющие нашей жизнью Тоже люди не более нас энергичные и не более умные Но, кажется, даже и они начинают сознавать Что воспитали в народе свойства, с которыми необходимо бороться Эти свойства Слабое развитие инициативы Подъяремное отношение к труду Нечестное к общественным средствам И отсутствие у людей сознания Личной их ответственности за хаос, безобразие и грязь нашей жизни Чтобы вылечиться от этих пагубных недостатков Необходимо иметь возможность свободной личной и общественной деятельности И если мы не вылечимся от азиатских привычек Мы, возможно, окажемся совершенно лишними на земле Иногда из тестообразной, бесформенной массы русского народа Выбираются на поверхность жизни какие-то особенные Крепкие, очень трудоспособные люди Эти люди ценны не только своей работой Но, быть может, гораздо больше тем Что они указывают нам на существование в народной массе Энергии очень богатой, гибкой И способной к великому труду К могучим достижениям Для меня лично это Самые ценные русские люди Как по их любви к делу Так главным образом потому Что они выходят из демократии Из самой глубины темной народной массы Мне хорошо известно, как чудовищно труден Путь этих выходцев из народа Невероятная трата энергии Рассеянной этими людьми По пути снизу наверх По пути снизу Где человек в глазах ближних своих Имеет цену не большую, чем цена таракана Эта энергия тратится бесполезно для общества Ибо ее тратят именно на преодоление Общественного равнодушия к человеку К его поискам точки приложения своего труда К поискам места в жизни Лучи испускания человеческой энергии В пустоту общественной косности Огромный убыток Который ничем и никем не возмещается Нигде не относится к человеку Столь безразлично, как у нас на Руси При внешней мягкости И московском радушии За которым всегда чувствуется Звериная подозрительность Не преувеличивая Можно сказать, что у нас человек Подходит к делу, облюбованному им Уже протертым сквозь железное решето Разных мелких препятствий Искажающих его душу Помешать работающему всегда легче Чем помочь ему У нас мешают работать С особенным удовольствием Тому, кто может и хочет работать Приходится побеждать Кроме равнодушия азиатски-косного общества Еще острое недоверие администрации Которое привыкло видеть В каждом сильном человеке Своего личного врага Здесь человеку дело Неизбежно всячески избиваться Обнаруживая гибкость ума и души Гибкость, которая иногда И самому ему глубоко противна Но без применения которой Дело не сделаешь И человек Расточает ценную энергию свою На преодоление пустяков Это очень смешно и печально Но люди, управляющие нашей жизнью Почти всегда считают Культурную работу Революционной Ибо она Разрушает тот налаженный Ими строй жизни Имя которому Хаос и анархия Вот в каких условиях Живут и работают Те редкие русские люди Которые видят в работе Смысл жизни И любовно чувствуют Огромное значение труда И если вопреки всем препятствиям Которые ставят на пути Таких людей Фантастическая русская жизнь Людям все-таки удается Сделать крупное дело Я лично Очень высоко Ценю людей Создавших его Одним из таких Редких людей Я считаю Ивана Дмитриевича Сытина Человека Весьма уважаемого мною Он Слишком скромен Для того Чтобы я мог Позволить себе Говорить об его Полубековой работе И расценивать Ее значение Но все-таки Я скажу Что Огромная работа Пятьдесят лет Посвящено этой работе Но человек Совершивший ее Не устал И не утратил Своей любви к труду Это редко встречается В нашей жизни Бедной Крупными делами И крупными людьми И я горячо желаю Ивану Дмитриевичу Сытину Доброго здоровья Долгой жизни Для успешной работы Которую его страна Со временем Оценит правильно Ибо Надо надеяться Что мы когда-нибудь Все-таки научимся Ценить И уважать Труд Человека Максим Горький 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Напечатано в книге Полвека для книги 1866-1916 Литературно-художественный сборник Посвященный 50-летию Издательской деятельности Ивана Дмитриевича Сытина Москва Типография товарища Стытина Пятницкая улица Собственный дом 1916 год Читал Евгений Бразов-Брышковский Продолжение следует...